История застройки городского сада с начала осени неоднократно обрастала всевозможными мифами и предположениями. Курганцы ожидали появления и торгового центра, и огромной парковки. Слухи о появлении торгового центра в городском саду Александр Рыбин, представитель компании Курган Парк, опроверг тут же. Торговый центр здесь не предусматривается, однако чего ожидать, горожане не знают до сих пор. Проект планировки был представлен администрации города в черновом варианте в конце сентября. Сегодня предполагается строительство на территории гурсада нескольких зданий, в том числе развлекательного центра и бильярдного клуба. Активисты регионального отделения ОНФ выступают резко против таких перемен. Это опять же исторически излюбленное место культурного отдыха и проведения досуга горожан. Поэтому мы считаем, что тем более там недопустимо какие-либо там любые застройки в любом виде, там торговых ли площадей или еще каких-то там. Даже пусть они будут эти временные застройки, но городской сад, он должен иметь вид городского сада, такого, какой он был исторически в городе, потому что это историческая часть города. Вдобавок член штаба ОНФ Сергей Муратов потребовал попросту разорвать договор аренды и вернуть гурсад муниципалитету. По его словам, для этого есть веские юридические аргументы. Задолженность арендатора по налогам в настоящий момент переросла сумму в 2 миллиона рублей. Вторым аргументом против застройки гурсада стал тот факт, что он расположен на территории бывшего кладбища. По мнению представителя епархии отца Иннокентия, было бы не вполне этично строить развлекательный центр на могилах предков. Темой следующего обсуждения стала усадьба купцов Березиных. Сегодня на участке по улице Куйбышева 59 расположен памятник архитектуры – музей города Кургана. Начиная с 1998 года, у музея неоднократно изымали часть земельного участка. Это, конечно, совершенно замечательная историческая территория. И вот сейчас в городе очень мало осталось исторических территорий. И в то же время именно сегодня, вот именно исторические территории, они привлекают горожан. Это наша культура, это наша самобытность. И это то, что привлекает к нам туристов, может привлечь к нам туристов. Поэтому очень важно, чтобы мы все-таки сохранили эту усадьбу в полном объеме, хотя бы в том, в котором она сегодня осталась. Третий вопрос коснулся все еще не отстроенной дороги к Левашово-2. Новый 17-й микрорайон в Заозерном расположился юго-восточнее Левашова. Большая часть этих территорий была отдана многодетным семьям по строительству частных домов. Но не прошло и месяца, как недовольные таким подарком жители обратились за помощью в Народный фронт. Основная беда – отсутствие подъездной дороги. В августе этого года на пути к участкам в грязи застревали и камазы со стройматериалами, и легковушки. В администрации тогда заверили, что без благ цивилизации людей не оставят, и вопрос держат на постоянном контроле. Вот только в бюджете на 2015 год не были запланированы денежные средства на обеспечение этих земель инфраструктурой. Итоги встречи подвел сити-менеджер города Кургана Александр Поршань. Он полностью поддержал настроение активистов относительно застройки городского сада, однако призвал их действовать в рамках правового русла. План застройки горсада курганцы смогут в ближайшие дни увидеть на страницах местных газет и электронных СМИ. Поэтому любой горожанин, который неравнодушен, может быть все это прочитать, что-то ему будет там не хватать какой-то информации. У нас все это департаменты открыты, зададут вопрос свои и дадут свое мнение, вот как это будет выглядеть, как бы они хотели, чтобы выглядел городской сад. Я понимаю, что у города человека свое мнение, но вот для того и сделать общественный опрос, для того, чтобы вот эти мнения сошлись в одном русле. Также ситименеджер отметил, что подобных уникальных мест в России сегодня осталось не так много, и разрушать их было бы просто неправильно. Александр Мироненко, Евгения Волкова, Андрей Глазырин, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру.